Приветствую всех дорогие зрители, снова с нами Критика.ру. Сегодня мы поговорим о таком явлении в Критике, как гильдии. Смотрев на то, что тут происходит по гильдиям, то есть вот то, что в списке 10 уровня гильдий, тут, простите, полторы штуки за более чем два месяца игры, существования игры, это как-то, ну, честно, удручает, потому что такого, ну, это мало, такого быть не должно, это какая-то жопа, если честно. Вот, поэтому немножечко расскажу сегодня о гильдиях и о гильдбоссах, а также об осадной войне. Гильдия, это, соответственно, объединение людей по интересам либо для фарма, но тут гильдии еще можно прокачивать. Я не знаю, с какого перепуга, зачем в фагеем ограничили количество людей в гильдии 40 персонажами, 40 человек в гильдии. Почему? На глобал-версии 500 человек в гильдию входило, на максимальном уровне 5 сотен человек. Я понимаю глобал, я понимаю стим и все дела, но это, вот, почему 40? Почему не 100? Вам что, жалко? Вот я этого не понимаю, честно. Учитывая, что в этой игре нужно иметь довольно много твинов, чтобы нормально жить, почему ограничение в 40 человек? Это тупо. Ладно, ставим мое негодование в стороне. У гильдии есть возможность прокачки с первого по десятый уровень. Чем больше уровень, тем больше людей можно принять в гильдию, тем сильнее гильдия, потому как вместе с уровнем гильдии растет вот этот вот гильдийский баф, который может включать либо менеджер, либо гильдмастер. Ну, обычно он включается только гильдмастером. За то, что вы ходите в гильдии, вам начисляются очки, если вы ходите командой именно гильдейской. Вот. И этими очками нужно прокачивать саму гильдию. Здесь как бы есть описание на русском языке, что куда вкладывать и зачем вкладывать, но я знаю, что у нас народ читать как-то не очень любит. А обдумывать прочитанное еще меньше любит. Поэтому придется объяснять так. Очки гильдии идут из трех, из четырех источников. Ну, основных три, четвертый это уже для особо богатых людей. Очки гильдии за то, что вы ходите в гильдии гильдейской пати. Это будь то обычные данжи, там, дейлики, фарм или эти, как их, рейды. Монетки гильдии выдаются за вот этих вот гильдбоссов. Об этом потом поговорим. Очки осады, которые даются за участие в осадах и за победу в осадах. И очки вклада осады. Ну, основные вот эти вот три источника, этот уже по желанию. Пойдем далее по очереди. Кстати, пока не пошли. Гильдмастер может назначать менеджеров. По-моему, их до пяти штук можно назначить. У менеджеров ограниченное количество действий, которые они могут сделать. Они могут писать примечания гильдии. Они могут, в зависимости от того, какую настройку сделал гильдмастер, вызывать гильдбоссов. Если там стоит ограничение, то только менеджеры могут это делать. Гильдмастер может активировать бабы, вызывать гильдбоссов, давать вот эти вот подписи. Напишите заголовок, вот это вот. Это может делать гильдмастер. То есть только он может подписи делать. Там до восьми или до девяти символов можно подпись делать. Я не помню. Честно, но там, короче, ограниченное количество символов. Так что, если хотите себе под ником какую-нибудь интересную надпись, то пишите гильдмастеру и просите, чтобы он вам что-нибудь подписал. Но учтите, он может и что-нибудь обидное подписать. И удалить это вы не сможете. Но делать это может только гильдмастер. Менеджеры это не умеют. Ну и, соответственно, менять примечания. Также гильдмастер может ставить на осадную войну. Так, поехали дальше. Гильдбоссы. Гильдбоссы обнуляется вся вот эта вот карточка раз в месяц, с началом месяца. Кто замочил босса из каждого из вот этих уровней, та мордочка будет висеть в карточке в течение всего месяца и радовать вас и ваших загилийцев. Вот. Последний монстр, он карточку не имеет, но если вот этих вот, ребят, можно вызывать только один раз в месяц, то есть первые вот его убили, все, второй его убили, все, второй раз ты его не вызовешь, то последнего, десятого, можно вызывать ежедневно. Причем каждый член гильдии может вызвать его один раз в сутки сам. Но это, опять же, если не стоит ограничение по вызову. Этого босса надо допинать до полуночи, до отката игры. За каждый из этих окошек дается награда, без разницы, ты его завалил, не ты его завалил, тебе будет награда. Как я уже сказала, эти ты собираешь только один раз в месяц, а вот десятого, за десятого вот эту вот награду за завоевание, ты можешь получать каждый раз, как его убивают. То есть если у вас пять членов гильдии, пять раз его вызвали, один раз вызвали, убили, ты заходишь сюда, получаешь награду, второй человек его вызывает, убивает, ты заходишь опять сюда, получаешь награду, и так можно до бесконечности. За убийство этих боссов дается награды, и вот эти медальки, правой кнопкой мыши, их открываешь. Эти награды попадают, то есть они здесь нигде не отображаются, они у вас вот сюда попадают. Взнос 300 очков максимум можно делать раз в неделю с каждого человека. Для участия в осадной войне нужно, чтобы вы наделали тысячу таких взносов, и тогда вас пустят в войну. То есть это вам нужно где-то три недели. Также сюда же можно докидывать на билеты осады, вот такие вот штуки, они покупаются за реальные, короче, бабки. И если вы особо богаты, либо у вас есть вот эти вот капоинты, которые, ну типа за донат, если вы их перекупали у кого-нибудь там за голду, то можно ими, но это если вам прям не жалко денег. Мне было бы жалко, банально. Вот, короче, эти монеты донатятся, как бы, в гильдию один раз в неделю. 300 штук. Все остальное вы можете трачить у NPC на какие-нибудь плюхи. Плюх там немного, но вы можете их тратить. За вот эти убийства боссов, также за взносы у вас качается уровень гильдии. Поэтому чем чаще вы ходите, чем больше вы туда вливаете вот этих очков, тем быстрее растет вот этот вот уровень. Поэтому забивать на это не надо. Это нужно делать постоянно. Про это не нужно забывать, потому что рано или поздно у вас потом закончатся осадные очки, потому что вот эти взносы, они идут на осадную войну. И если их будет мало, у вас просто в какой-то определенный момент не хватит банально очков, чтобы сделать ставку. Вот. Забивать на это больше, более-менее можно, когда у вас гильдия будет уже максимально 10 уровня. До этого вам нужно дрочить вот этих гильд боссов, ну, как дрочить, пришел, побил немножко, ушел. Главное не забывать за них забирать награду и закидывать ее в осадную войну. Так качаются гильдии. Как я уже говорил ранее, не нужно об этом забывать, пока у вас гильдия не 10 уровня. Когда будет 10, уже можно как-то болт на это дело забить. Но вот не забывайте об этом. Так, далее. Осадная война. Осадная война, по сути, является ПВП. Доступна она в выходные дни. Ставки на замки можно делать с четверга на пятницу. То есть с 6 утра четверга до 6 утра пятницы. Для этого нужно быть гильдмастером и для этого нужны очки для взноса. Что собой представляет осадная война? Это, по сути, ПВП. Ты делаешь ставку на замок. То есть вот здесь замок. У тебя должно быть там какое-то количество очков, которое надо. Также каждый замок захваченный дает какой-то бонус на всю гильдию для справки. Если вы его захватите. Ставки можно делать, чтобы у вас было по одному замку. То есть одна башня, две башни, три башни, пять башен. Ну, соответственно, за захват каждой из башен у вас есть магазин захваченной башни, в котором за награду можно покупать какие-то бонусики. Но обычно покупают, конечно, таинственные ключи. Вы можете не участвовать в войне, но если вы член гильдии, которая в войне участвовала, то вам полагается за это награда. Если вы участвовали в войне, ну и победили, даже если не победили, просто участвовали, вам будет насыпаться вот такая вот монетка. Если вы участвовали в войне, вот прямо там стояли, то вам дадутся обе награды. Если вы забыли, не успели, болт на это положили, где-то были, короче, не участвовали в войне, вам дадутся только награда за победу гильдии. Только одна. Поэтому лучше в этом деле участвовать. У каждого замка есть свое время осады. То есть, например, вот этот замок будет доступен, точнее, захват за него идет в определенное время. Ну, это у нашей гильдии два каких-то мелких замка. То есть, вот суббота, 19 часов, вам нужно быть здесь, чтобы захватить этот замок. Вот это, допустим, суббота в 9 вечера нужно быть, в 21.00, когда будет этот замок активен для захвата. Вот. Ну, как бы, в идеале еще бы нашему взять один замок там и еще один, но это ж... это PvP уже. Мы особо не PvP-шер. Я не PvP-шер, например, вообще. Я не знаю про PvP ни хрена, поэтому тут... Простите, я тут вам не помогу. Вот. А как все это дело выглядит? Ну, я уже говорила, что это PvP. Здесь есть путеводитель, который объясняет, как это выглядит. Вот это вот главное ресталище. Здесь, насколько я помню, нужно вынести ворота. То есть, если вы, допустим, здесь, вам нужно дойти досюда и сломать здесь ворота. То есть, вам нужно пройти башни, выломать вот эти ворота и дойти до главных ворот, ну, при этом, как бы, поколачивая противника. Противнику нужно сделать то же самое, поколачивая вас. Есть главные бои и дополнительные комнаты боя. В главный бой влезает 5 человек, в дополнительные комнаты идет по 3, либо вот, ну, один на один бой, как удобно. Очень редко набирается такое количество PvP-шеров, чтобы забить все вот эти вот комнаты. Обычно заходят там 2-3 человека из гильды, кому это больше всех надо, вот сюда залазят, стоят. Когда время истекает, ну, собственно, им засчитывается победа, они получают награду и на этом все. Ну, если вам охота с кем-то помахаться, то можно делать ставку на уже занятый замок и ждать время, собрать команду и помахаться с теми, кто будет его защищать. Вот. Дополнительные комнаты. В них, если у вас там 3 человека пришло воевать, вообще не надо ходить. Вам нужно только в главный бой залезть, а это можно послать. Вот. Каждый из захваченных дополнительных данжей дает бонус вот тем, кто в главном бою. Если вы, допустим, захватили вот первые, то есть у вас, допустим, 3 человека с вашей стороны, 3 человека соперников, вы подрались, вы победили, то вам, как захватчикам, из первого поля боя вы получите дополнительную защиту. Осадную машину или турель. То есть для бонус для тех, кто в главном бою. При этом у вас еще, то есть если там не полный бой, если, допустим, там 2 человека или там 3 человека из 5, то у вас еще из дополнительного бой перекинет к ним, типа на помощь. Вот. Ну и так вот с каждым, собственно, даже. Как я уже сказала, здесь, ну, я ни разу не видела, чтобы здесь были забиты все вот эти вот дополнительные комнаты, даже на стимовской версии, где народа было в разы больше. Ну, не любят здесь народ PvP, здесь PvP-шеров, ну, буквально полтора человека, которые реально хотят этим заниматься, которым это нравится, которым это интересно. Основной народ здесь PvE. Вот. Ну, так как бы проходят бои, как бы, осадной войны. Вот. Собственно, здесь есть путеводители, если вы его внимательно почитаете, у вас будет больше информации, но, по сути, сейчас вся осадная война сводится к тому, что ставишь гильдии на замок, делаешь взнос, ждешь время, заходишь туда, постоял, тебе засчитали победу, пошел, собрал награды, потратил их в магазине, до свидания, до следующей недели. А вот к этому сводится вся осадная война здесь. Ну, как я уже сказала, можете поставить там на замок занятый и помахаться с кем-нибудь из соседней гильдии. Это если вам очень надо. Собственно, так здесь выглядят гильдии, так здесь выглядят гильдийские бои. Гильдии качайте, потому что это дает хороший бонус. В осадных войнах участвуйте хотя бы в маленьких каких-нибудь, просто ставьте на пустые замки, если вам хватает очков. И качайте себе гильдию, получайте плюшки. То есть это тоже часть игры, не стоит про нее забывать, потому что любой бонус — это бонус, любая копеечка даст вам сил. Так что все, что хотела сказать. Спасибо за внимание. Всем пока.